Friday Night Funkin' поистине удивительная и загадочная игра. Её продолжительному и долгому хайпу, популярности просто могут позавидовать многие игры. Так долго, наверное, ещё ни одна игра не держалась. Не секрет, что в неё продолжают играть именно из-за различных модов, которые не менее интересные, чем оригинал. Но, как я уже сказал, эта игра действительно загадочная. Со своими интересными персонажами, в чью историю хочется вникать. Хотя сюжет игры очень даже простой. Чего не сказать о модах, которые штампуют, ну, чуть ли не каждый день. Благодаря им и сюжетов, и персонажей стало намного больше. Но здесь есть те персонажи, которые привлекают больше всего именно своей загадочностью. И один из них — Лимон. У него много имён. И Лимон — это его неофициальное имя. Это лишь прозвище, которое ему дали фанаты. Или же игроки. Потому что его голова похожа на Лимон. Но, по словам разработчиков, он не является самим Лимоном. Лишь его голова похожа на этот цитрус. Его называют Лимончик, Лимон. Демон, Лимон, Лимон, Демон. Димон. Ну, или просто Монстр. А его настоящее имя неизвестно. Этот персонаж настолько полюбился игрокам, что в модах есть множество его версий, заменяющих нашего Демона Лимончика. Но здесь я покажу тебе лишь лучшие. Те, которые годятся именно ему в родственники. И именно ведь они реально похожи не просто на альтернативные версии злодея, а скорее на его... Типа космических родственников. Вы типа... Мой космический папа? Да. Типа космический папа. И все эти моды ты можешь скачать прямо на свой компьютер, или же на телефон, хоть отдельным приложением, хоть отдельным модом. Ну, а мы переходим к родственникам Лимона, и первый у нас Вишня. Просто Вишня. Или же Монстр. У него такое же имя, как и у нашего Лимончика, только он Вишня. И я уже могу сказать, что он намного страшнее своего собрата. Я даже не знаю, как тебе, но меня он даже больше пугает, чем Лимон. К улыбающейся роже Лимона я уже привык, но вот к Вишне... Ты только посмотри, у него даже зубы на глаз лезут. Да это не зубы, это полноценные клыки. Самого Мистера Вишню можно встретить в моде D-Side, где в принципе все персонажи поменялись. Кто-то поменял прическу, кто-то стиль одежды, а кто-то изменился внешне. И почему же он все-таки выглядит страшнее Лимона? Потому что Лимон все-таки имеет человекоподобную форму, Вишня же паукообразную. У него нет рук, зато есть лапки, на которых он держится. И его форма очень сильно напоминает паука. И поэтому тем, кто боится пауков, на него даже очень сильно страшнее смотреть. Но так мало его увидеть. Его нужно еще и услышать. Блин, да он просто создан для того, чтобы быть лучше во всем Лимона. Да даже его песня звучит намного зловеще. Я, конечно, не знаю ее перевода, но ты сам послушай, что звучит страшнее? Это? Или это? Или это? Или это? Я думаю, выбор очевиден. Еще его более зловещим делать даже не сок, который брызжет у него изо рта. И надеяться, что это вишневый сок, а не кровь. Хотя для вишни это может быть полноценная кровь. Ну ладно. Суть в том, что мы про этого персонажа практически ничего не знаем. Только то, что он выглядит как вишня. И то, что в моде Decide он заменяет Лимона. Причем эту замену сделали грамотно. Не просто покрасили Лимона в красный или зеленый цвет, как некоторых персонажей. Не сделали ему какую-то прическу Элвиса. А просто взяли и вставили Вишню вместо Лимона. Вишню! Мне почему-то кажется, что более другой фрукт или ягода ну просто не подошел бы. Сочные, сочные. Хорошие слова, чтобы описать эту чудесную ночь, когда ты совершенно спел. Ух, уже от перевода одной его фразы становится жуткой, чтобы она не значила. Зеленый лимон. Точнее, лучше сказать, лаймик. Хотя в самом моде B-Side он так не называется, но в описании персонажей признается, что зеленый лимон похож не на недозревший цитрус, а скорее на лайм. Поэтому, почему бы и нет? У лимона и вишни еще пусть будет родственник лайм. Лаймик. Демон лайм. А что звучит? Как, собственно, и песенка в его исполнении. Да, это ремикс-переделка с оригинальной песней Лимона. Но вышел, конечно, красиво. В моде B-Side, в принципе, все песни это ремиксы, но сюда мало того, что добавили пианино. Решили еще сделать немного дабстепчика. Будем считать, что лайм подстарался. И да, теперь я его так буду называть. Хоть голова и остается в форме лимона, но она имеет светло-зеленый цвет. Что делает ее больше похожей на лайм, чем на лимон? А то где это видано, чтобы лимоны зелеными были? Хоть этот демон, как и его родственники, не является фруктом или ягодой, а лишь имеет похожую форму головы, все равно зеленых лимонов не бывает. А впрочем, напиши в комментариях, какое имя этому персонажу больше подходит, лимон или все-таки лайм? Еще один не менее страшный родственник лимона это палп. Или же мякоть. Он также известен под именем Старый Монстр или Тыквенный Пирог. Или даже Тыквенный Монстр и Тыквенный Демон. На самом деле он никаким родственником лимона не является. Или же его заменой, переделкой. На просторах интернета гулял потерянный Фрайденайт Фанкин. И Тыквенный Демон это и есть тот самый потерянный файл. Думаю, ты его уже где-то мог видеть, и это старый дизайн Демона Лимона. Именно так он и должен был появиться. Но видимо разработчики что-то не доделали и его оставили так. Но при этом появился отдельный мод, где мы сражаемся против вот этой Абракадабры. Поэтому знакомься Палп. Или Пульпа. Пульпа имеет вид черного существа с розоватыми окровавленными зубами, из-за которых непонятно где находится его рот. Само черное тело возникает из тыквы. И вроде была изначально такая задумка, что это голова Пампа. То есть Пульп вылезал из Пампа. Но эту идею оставили в покое, и получилось вот что. Пульпа вырвался наружу. Причем появление и возвращение Пульпа являются логично связанными что ли. Потому что в оригинале, как мы знаем, есть лимон на чердаке, а потом он неожиданно появляется в Хоррор Лэнде. И здесь же этот чувак только рождался на свет из тыквы на чердаке. А потом возвращается в Хоррор Лэнде со словами «Надо было меня раньше остановить». И теперь Бойфренту приходится опять останавливать этого тыквенного ублюдка. На руках, как ты мог заметить, у него осталось немного от тыквы. Но тыквенным монстром его как-то даже сложно назвать, потому что у него голова все еще в форме лимона. Звучит, конечно, он не так приятно зловеще, как его собратья, а даже противно и раздражающе. Но все же это подходит под его стиль. Дерганый, психованный. Именно такая музыка ему и подходит. Ну и, конечно же, наша обожаемая сестра Лимона, про которую я уже много раз говорил. Могу сказать только то, что ее голос — это японская женщина, которая перепевает песню из Хоррор Лэнда. Я уже не раз готов ее слушать, потому что она просто прекрасна. Но по ней так и не скажешь, что она сестра Лимона, потому что она красная. Желтые у нее только волосы. И отсюда у меня возникает вопрос, каким же фруктом она является, или ягодой. Пока ее принадлежность остается загадкой. Можешь даже написать в комментариях, на кого она больше похожа. На гранат, на грейпфрут. Но это реально не канонная сестра Лимона, на которую есть отдельный мод. И сеструха у Лимончика, конечно, бомбезно выглядит, нечего сказать. Ну и кто же из родственников Лимона тебе больше понравился? Об этом ты тоже можешь написать в комментариях. Ну и не забывай подписываться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мой бункер Князичева ВКонтакте тоже подписывайся, ссылка в описании. Поставь лайк этому видео, поделись ему себя на странице, и не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok